2 сегмент квалификации гран-при венгрии так забыл сейчас включить дрс ой сейчас не очень проехал и кстати я вот хотел рассказать вам еще несколько роликов назад но потом думал чуть-чуть отложить ту новость то что в реальной формуле 1 2013 году стал победителем чемпионом сибирьсям фетель он набрал 397 очков и вот я говорю то что сосчитаю сколько мы суммарно набрали очков вот задача может быть попробовать догнать фетеля то есть допустим вот перед грамм при бразилии у нас бы было 380 очков если мы побеждаем то тогда мы как бы стали бы чемпионом мира в 2013 году вот такая то есть у меня мини рубрика мини добавление ну не знаю потому что сибирьсям фетелем который в 2013 году был неудержим также как red bull очень сложно будет все равно в итоге я перед последней гонкой перед девятнадцатым выпуском карьеры сосчитаю все очки сколько мы набрали так час чего-то время круга у меня вообще не получилось так вот боксы так сейчас я поправлял немного камеру пока что мы вроде бы проходим следующими квалификации это уже неплохо гран-при венгрии проходит будапеште если кто не знает и тут кстати 2015 году даниил квят завоевал подиум и вторую строчку второе место и это самый лучший результат среди россиян в формуле 1 по сегодняшний день сейчас может быть в левом углу вам немного видно уже стену но к сожалению вот так вот только получается настроить чтобы телефон снимать с телефона снимать телевизор ладно так при динашника хюнкенберг всегда мне не нравится когда впереди меня в квалификации кто-то едет всегда это может мешать так ой почему снова отключил дресс так сейчас похоже был контакт с ника росберга они к хюнкенбергом вот все хуже от раз узнаю это вот вот в этой игре это в индии и вот как раз будапеште венгрии также да если пленать было гран-при индии в 2000 раз в году этот раз я тоже очень плохо знаю поэтому тут если вы видите то что я иногда забываю включать дресс потому что я не так часто смотрю это потому что впереди меня пусть имеет курсы не я это у нас сутиль суббота гисталка я не было я и не смотрю в правый угол я как раз покажем можно использовать дресс или нет я где-то я и забыл отключить дресс на втором месте чуть-чуть проиграли лиуса хамильтона а нет марка выберу что льюису хамитон льюис хамитон нас четвертом месте это на 3 1 обер кстати вот неожиданное сказал снова я видел не к хюнкенберг у нас 3 мин с квалификацией так ну что ж переходим к третьему сегменту квалификации в принципе можно побороться за пол позиция мне кажется чтобы хоть какие-то шансы у нас были набрать допустим 397 очков на 400 если на кругло не надо все оставшиеся гонки наверное побеждать мало того то что это очень сложно но еще мне кажется уже этого не хватит потому что как я уже говорил в 2013 году фетталь просто побил все рекорды очень был хорош силен именно в 2013 году я бы назвал это лучший вот именно сезон его карьере кстати под прошлым видео вы не так много лайков поставили 25 обычно под этой рубрика у нас набирается не меньше 30 так что давайте накидываем лайкусики ах сейчас мы так вроде сейчас неплохо мы выиграем у феттале а ю хамильтона достаточно перепутал уже всех так секунду выиграли вот так вот у хамильтона ну похоже на то чуть-чуть конечно же а даже обогнал фетталь хамильтона сократил немного трех но теперь нам только за победу бороться так вот что ж давайте сразу выезжаем на трассу столько загрузок так ну ладно ну чтож гаснут огни мы срываемся с мест сразу идем в бой сохранить первую строчку но стартовали мы кстати неплохо и снова фернандо алонсо он нас уже в этой рубрике не раз отбирал победу и строчку какой-нибудь подиум поэтому поаккуратнее надо быть с ним потому что мы помним как сливер стоуне то что меня развернуло это уже мой был косяк а вот когда снова сдевает кнопку алонсо прошел фетталь а потом у меня это было прям шикарно так мы сейчас мы вроде бы нормально так и ручья неплохо да даже немного оторвались уже от фернандо алонсо на одну и шесть так как бы две секунды от рифа талонсо неплохо видно не зря и секунду выиграли в квалификации ах тут не очень сейчас немного по траве проехали кстати кто-то в комментариях писал повысить уровень сложности но я не буду раз мы начали уже на уровне условия настигонщик то на ней и доиграем так проедем стараются мне вот от связка поворотов такая она быстро прошла 35 выиграем у алонсо мы уже кстати вот тут снова вот сейчас мы проходили от поворот очень рядом ограждение вот и постоянно боюсь с него врежутся так не к розборку лучше круг замечательно и чё копируешь у нас на четвертом месте чего себе это у нас десятый выпуск десятый ролик про карьеру женика розберга а в сумме всего будет 19 вот это ошиблись мы было но так мы вот 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 так и сейчас время кругу нас похуже вот так принципе все хорошо да ну что это на три секунды время круга хуже ладно так у нас же 4 круг на быстрая трассу венгрии с этим ничего не поделать моя как дина то что ролик будет чуть поменьше чем обычно так 5 секунд уже выиграем а ландш неплохо сейчас главное не ошибаться и тем более никаких заносов как я люблю это делать на последних кругах последних двух раз спокойно проехать такой теперь будет от рафа таланта 5 секунд 5 2 это отлично несмотря на это что гонка у нас делится всего лишь пять кругов а мы хорошо оторвались таланцы это за четыре круга только еще так ну что ж у нас уже последний круг от рафа таланцы еще растет и растет так 6 и 7 уже видео молодцы ну так ну все сейчас мы прошли второй сектор сейчас проезжаем третий но это уже победа это понятно 6 и 8 видео надо спокойно просто ура победа пол позишен и победа заменение позиции удержания плюс 25 очков наш в копилку уверенный уикенд и пускай у нас прошел в квалификации позиция и мы ни разу не были таком риски то что мы можем вылететь до первых иметь квалификацию 6 или 8 строчка было но это нормально то уж третьими квалификации вот у нас был гонки отрыв то есть уверенный уикенд ну чтож наш ролик подошел концу надеюсь вам понравился ставьте лайки подпишитесь на канал нажимать колокольчик чтобы не пропускать новое видео всем пока 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 и